Сейчас мы послушаем брата Алексея, член церкви Санкт-Петербурга, действующий адвокат, защищает права верующих в судах. И по нашему приглашению он приехал, и мы надеемся тоже услышать о современной ситуации. Вот его слово, пожалуйста. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне очень приятно, что я могу находиться сегодня вместе с вами и рассуждать о темах, которые нас интересуют. Ну, прежде чем я хочу прочитать текст Священного Писания, прежде чем его прочитать, я кое-чем хочу с вами поделиться. Вы знаете, вот буквально недавно я ехал на работу и рассуждал о том, кем наше поколение является на сегодняшний день. Вот я думал, наше поколение – это поколение отцов или это поколение детей? Я имею в виду в духовном смысле. Братья и сестры, ну вот я стал членом церкви в 2006 году. Я не сидел в тюрьме, я ни одного штрафа не заплатил. Но я нахожусь в братстве, в нашем братстве, у которого есть богатая история. Братья и сестры, и находясь вот в этом положении, думаю, что я должен осознать свою роль. Наши отцы духовные страдали, сидели в тюрьмах, платили штрафы, переносили различного рода гонения. Нам, у нас сейчас другое поколение. Но очевидно, что у каждого поколения есть свои вызовы. Они, безусловно, есть. И было бы неправильно считать, что нам осталось только вот сидеть спокойно, и не будет у нас проблем. Будут проблемы? Будут. Друзья, и эти проблемы, они, может быть, в какой-то мере еще более сложные. В этой связи, братья и сестры, вот я сейчас прочитаю текст Священного Писания, который мне так вот по душе прочитать. Это второзаконие, шестая глава. Я прочитаю с 10 стиха. Книга второзакония, шестая глава, с 10 стиха. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Братья и сестры, вот мне очень созвучен этот текст. Наше поколение, вот это молодое поколение, да, мы не строили, мы не строили эти духовные дома, но мы вошли в этот труд, и какая же наша задача? Наша задача все это перенять от наших духовных отцов, все это понять, все это принять, и дальше передать следующему поколению. Вы знаете, у меня сегодня трое маленьких детей, и я очень сильно переживаю и думаю, а что они получат? А что они получат? Друзья, тут можно было бы гораздо больше говорить, но у меня сегодня немного другая тема, поэтому в этой связи я хочу сказать, что вызовы современные есть. И как бы тема моя сегодня такая небольшая, да, связана с тем, какие вызовы в юридической сфере сегодня у нас встречаются. Вы знаете, друзья, вот как только начало меняться законодательство, сразу стали возникать вопросы. Вот до того как, до изменения законодательства, как правило, когда мы писали какие-то обращения в государственные органы, мы писали, что мы являемся религиозной группой. Почему так было? Ну, потому что содержание статьи 7 закона о свободе совести о религиозных объединениях в принципе соответствовало. Мы подпадали под это, под признаки, которые указаны там. И мы говорили, мы религиозная группа. Потом встал вопрос о том, что религиозным группам надо подавать уведомления о начале своей деятельности. И тут встал вопрос. Знаете, сразу послышались такие голоса с некоторых мест. А мы не религиозная группа. Мы сообщество верующих людей. И мне пришлось и в судах выступать, и защищать интересы наших братьев и сестер, которых в том числе оштрафовали. И теперь что получается? Если я в суде буду доказывать, что мы религиозная группа, они скажут, ну почему же ты уведомления тогда, вы не подали? А если я скажу, что мы сообщество единомышленников, верующих, вроде как проходит, тогда, используя свое конституционное право на свободу совести, свободу вероисповедания, мы имеем право как бы исповедовать свою религию. Друзья, я долго думал и пришел к такому выводу, что не наше дело себя как-то называть. Мы кто, братья и сестры? Мы церковь. Понимаете, сегодня государство может нас назвать религиозной группой. Завтра она может нас назвать еще кем-то. Это их право. Это право государства. Но мы-то церковь. Поэтому вдаваться в такие как бы подробности, религиозная группа, нерелигиозная группа, нам, в общем-то, Бог такого права не дал. Мы церковь. Друзья, и вот в этом отношении, конечно, когда я готовился, мне помог материал. Это в частности книга «Великое пробуждение XX века», всеми известная. Я оттуда подчеркнул полезную информацию, и она была очень-очень актуальна в этом отношении. И я, знаете, как-то внутренне поблагодарил издателей этой книги, в частности, поблагодарил как бы, что в свое время они подумали о том, чтобы оставить такое наследие. Оно гораздо больше. Но хотя бы вот есть в таком формате, в котором мы, вот новое наше поколение, мы можем с этой информацией ознакомиться, ее воспринять для того, чтобы нам жить по этим правилам и для того, чтобы передать это следующему поколению. Друзья, ну, что касается правовой сферы, то тут, конечно, есть некоторые вопросы. И я, наверное, начну, знаете, с чего. А у вас можно вопросы задавать? Допустимо, да? Братья и сестры, я задам вам вопрос. Как вы считаете, на сегодняшний день в нашей стране религиозная свобода или нет? Друзья, я не буду свое мнение на этот счет высказывать. Приведу заголовок статьи из газеты «Ведомости». Он звучит так. Это статья от 23 апреля 2017 года. А заглавлен на статья следующим образом. «Конец религиозной свободы». Ну, это вот так они посчитали, что вот такие события происходят в нашей стране. То есть к этому были некоторые предпосылки. Друзья, ну, в целом, в целом я могу сказать, что что касается, ну, может быть, церквей, которые принадлежат к нашему братству, да, кое-где есть серьезные проблемы, серьезное предсоснение. Но в целом, в целом, пока мы можем действовать так, как мы действовали и раньше. Но законодательство очень серьезно изменилось. В этой связи, братья и сестры, конечно, может быть, было бы для того, чтобы немножко иметь понимание в этих вопросах, как бы понимать и разбираться в некоторых законах, в некоторых тонкостях, хотя бы для того, чтобы какую-то свою позицию иметь по этому вопросу. Правильно, братья и сестры? Как вы считаете? Буду приводить некоторые выдержки, выдержки, может быть, из законов, но вы постарайтесь как бы послушать меня внимательно. Постановление Конституционного суда. Для чего я этого делаю? Я делаю это для того, чтобы у нас было объективное мнение. И я сегодня буду говорить о том, как государство в лице Конституционного суда, высшего юридического органа, понимает религиозную свободу. Итак, постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2012 года. Пункт 2. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны между собой. Это позиция. Также дальше, право на свободу совести и религии признается также международно-правовыми актами, согласно которым это право включает свободу менять свою религию или убеждения, исповедовать свою религию или убеждения, как индивидуально, так и сообща с другими. Далее пишет Конституционный суд, что соответственно данное право не может ограничиваться исключительно пространством личной частной жизни. Вот тут я хочу немного остановиться. Право на свободу совести и свободу вероисповедания не может ограничиваться исключительно личной частной жизни. Вот видите, Конституционный суд это понимает. Но интересно, в связи с этим один факт я вам хочу привести. Когда вводилось законодательство о миссионерской деятельности, многие верующие стали писать обращения в правительство, другие органы. Им пришел ответ, вы не беспокойтесь, вы не переживайте. Эта миссионерская деятельность относится к религиозным объединениям. На ваше частное вероисповедание это никак не повлияет. В частном образом вы сможете проповедовать и так далее, и так далее. В общем, не беспокойтесь. Друзья, ну это как бы немножко такой очень тонкий момент. Получается, что даже Конституционный суд понимает, что в частном порядке невозможно исповедовать религию. Они говорят, данное право не может ограничиться исключительно пространством личной частной жизни. И далее. Получая свою реализацию во внешней сфере, в том числе в массовых коллективных формах, она объективно приобретает весьма существенное общественное значение. Дальше, друзья. И обязывает как законодателя, так и правоприменителя, включая суд, обеспечить разумный баланс интересов верующих и религиозных объединений. С одной стороны, и светских, политических и государственных институтов. С другой стороны. Друзья, и тут вот очень-очень интересный момент, на который я прошу обратить внимание. Вместе с тем, право собираться мирно не является абсолютным. Вот. Это очень важно. Конституционный суд говорит, это право. Знаете, часто бывает, что верующие ссылаются на Конституцию, а там действительно закреплено право на свободу вероисповедания и так далее, и так далее. Там очень хорошие вещи написаны. Но государство говорит о том, что это право не является абсолютным. И может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо. Вот вам вся религиозная свобода. Братья и сестры, если верующие будут надеяться на Конституцию, надеяться на какие бы то ни было законы, то это, в принципе, будет как бы какая-то некая ложная надежда. Я почему об этом говорю? Потому что вот ближайшие там прошедшие 20 лет ознаменовались ну какой-то некой свободой. Об этом я еще, может быть, позже буду говорить. Действительно, как бы ситуация изменилась. Ну вот, например, я вам приведу такой пример. У меня учился в университете МВД. И в 2006 году я закончил этот университет, и в том же году я принял крещение. Будучи действующим сотрудником милиции, я принял крещение. Мне преподали. Ну и как раз я закончил университет, и мне нужно было приступать к своим должностным обязанностям. Отгуляв отпуск, я поехал в управление. в Мурманске я должен был работать по направлению управления Министерства внутренних дел по Мурманску в области. Приехал. Я, конечно, сильно переживал, потому что работать в органах у меня не было желания еще где-то, когда я был на втором курсе. Я понял, что все это не мое. Но было желание закончить университет, особых, как бы, таких сильных препятствий не было. Ну вот, закончил. Теперь надо уже... Это уже серьезный поворот был, связанный с тем, что либо ты вступаешь в свои должностные обязанности, либо ты уходишь. Просто так уйти нельзя было, потому что у меня контракт. Если ты пишешь заявление на увольнение, пожалуйста, верни государству, затраченные на тебя средства в судебном порядке. На тот момент это составляло приличная сумма, около полумиллиона. Но я был готов на все, в принципе. У меня было такое, у меня не было желания там оставаться. Но, тем не менее, как-то хотелось разрешить этот вопрос мирным путем. И приезжаю я в УВД. Встречает меня капитан, говорит, очень хорошо, вы отучились, в хорошем вузе. Выбирайте, какую должность хотите. Вот куда у вас пожелание, туда мы вас и направим. А я ему говорю, вы знаете, мне бы такую должность, чтобы не брать в руки оружие. Он так удивился и говорит, а в связи с чем вы так рассуждаете? Я говорю, вы знаете, я принял крещение и стал членом церкви евангельских христиан-баптистов. И брать в руки оружие противоречит моим религиозным убеждениям. Вы знаете, он там писал, этот капитан, что-то он чуть ручку не выронил. Он на меня посмотрел и выбежал, побежал к заместителю начальника ОВД. Там полковник такой строгий. Через полчаса меня вызывает. Шапилов, что ты там наговорил? Какой ты там баптист? Ну, я ему начинаю подробно все объяснять. А он помудрее. Говорит, хорошо, никаких проблем. Ну, баптист, у нас, говорит, и мусульмане, у нас кого только нету. Говорит, и яговисты работают, и ты будешь работать. Какая разница? И он говорит, будь ты хоть марсианином. Это нам не важно. Главное, чтобы ты работал. Понял? Я говорю, понял. Я говорю, только у меня одно условие. Он говорит, какое? В руки оружие брать не буду, первое. Второе, в воскресенье работать тоже не буду. Он говорит, милый мой, ну, ты пять лет где учился? Как это ты не будешь в руки брать оружие, и в воскресенье не ходить на работу? Он говорит, пожалуйста, работай, после работы делай, что хочешь. Хоть молись, замолись. Это твои вопросы. Но ты, главное, выполняй те функции, которые на тебя возложены. Я говорю, нет. Этого я делать не буду. В воскресенье не буду. Я сразу предупреждаю, я ему говорю, в воскресенье не пойду на работу и в руки оружие брать не буду. В остальном, пожалуйста. Он говорит, нет, нам так не пойдет. Тогда пиши заявление на увольнение. Он не думал, что я напишу, потому что туда трудно было получить направление на учебу. Все это. Он понимал, что я молодой, а куда я пойду? Ну, я беру, этот сам, пишу заявление, все. Он говорит, ну, ладно, через два дня придешь. Через два дня пришел, он говорит, ну, что, не передумал? Нет, не передумал. Ладно, пиши другое заявление. Написал, и все, меня уволили. Я к чему об этом говорю, друзья? То, что сама ситуация как бы изменилась. То есть, если раньше как бы ты бы заявил, что ты баптист, то тебя сразу же в тюрьму могли посидеть. А тут, пожалуйста, баптист, а не баптист, какая разница? Главное, ты, вот, что важно для врага душ человеческих? Не то, как ты называешься. Главное, чтобы ты делал то, что ему надо. Понимаете? Вот, поэтому в этом отношении ситуация немножко поменялась. Я почему об этом и говорю. Друзья, ну и все, я уволился, слава Богу. Вот, и сегодня, друзья, мы встречаемся с определенными трудностями. В чем эти трудности? выражаются. То есть, мы понимаем, что такая некая религиозная свобода, ее, по сути, нету. А в чем это выражается, друзья? Сегодня мы немножко говорили о том, что, говорили о религиозной группе, порядок, уведомительный порядок подачи, значит, уведомления о начале деятельности религиозной группы. Друзья, ну, в целом, в целом, я хочу сказать, что законодательство на сегодняшний день устроено так, что, в принципе, выйти и начать проповедь об Иисусе Христе, ну, либо какую-то другую общественную деятельность, да, за это можно получить хороший штраф. Ну, например, в чем это выражается? Если мы выходим, и, ну, если какой-то человек выходит, или мы, или группа людей, начинает говорить людям о Боге, это незаконная миссионерская деятельность. Какой штраф? От 5 до 50 тысяч. Могут 5 тысяч дать, могут 50 дать, но это уже как бы на усмотрение суда. Первый раз всегда дают 5, ну, а потом уже как там, потом 10, потом 15, могут и 50. И еще, мало того, что тут нарушения, так еще могут привлечь за несанкционированное публичное мероприятие. И там штраф от 20 до 30 тысяч. То есть, теоретически, за один такой вот выход на улицу, да, можно получить штраф, теоретически, можно получить штраф 80 тысяч рублей за один раз. Да, если по максимуму, можно это получить. По минимуму 5 тысяч и 20, ну, 25. Много ли это, мало ли, я не знаю, братья и сестры. Вот, ну, это есть. И вопрос такой, готовы ли мы сегодня к такому? Этот вопрос тоже немаловажный. Готовы ли молодежь сегодня идти на такие жертвы? Да, этого нету. Кстати говоря, братья и сестры, я тут еще на один момент очень важно хочу обратить внимание. Геннадий Константинович говорил, что причину гонения нужно искать не во внешних, а внутри церкви. я думаю, что если вот сохранить вот эту вот преемственность, сохранить вот это вот то, что мы получили от своих отцов и служить Господу, по-видимому, будут испытания, но может быть, они будут не такого формата. Вот сохранить тяжело, сохранить тяжело, потому что когда свобода, тогда легко. и вызовы сегодня не только в юридической сфере, и во многих других сферах, это что касается молодежи. Сегодня молодежь испытывается, а как вы будете хранить то, что вам передали? Это вот мое поколение. Сегодня нам вопрос задают, вы будете хранить или нет? Вы знаете, вот тут один пример, тоже из своей жизни я расскажу. Мы как-то по роду своей работы надо было нам доставить груз из одного города в другой. Ну и по дороге так получилось, что там немного как бы небольшая порча произошла, ну небольшая буквально. но фактически этот груз мы передали, но там была огромная очень сумма. И что-то там 12 или 13 миллионов. Все передали заказчику, все он там расписался, все хорошо. Ну и мы думаем, ну и слава Богу. И проходит два часа, начинает звонить. Вот вы знаете, там какая-то порча, вы не в курсе чего там, да, братья и сестры. И вот и что ты думаешь? Если ты говоришь, да, я в курсе, то ты берешь на себя 12 миллионов рублей. А у тебя на руках документы подписаны, ты можешь сказать, что ну вообще это меня не касается, я ничего не знаю. Тут устные заявления очень много играет роль. И такие переживания, знаете, друзья, вот или 12 миллионов, или же сохранить верность Богу. Вот это вот современные вызовы. Это тоже один из современных вызовов. И таких вызовов, я думаю, что немало бывает в нашей жизни. И готов ли сегодняшний вот христианин к тому, чтобы вот это вот все преодолевать. Братья и сестры, ну что касается ограничений, ну за веру, да, можно еще вот что сказать. Недавно я тоже получил такую информацию. 23 мая 2019 года коллеги из трех судей Орловского областного суда оставила силе приговор некому Денису Кристенсену, который был приговорен к шести годам колонии общего режима за свою веру. Это вот реально то, что сегодня. Я не буду говорить, какая у нее вера еще, что-то. Это не наш вопрос. Просто реально мы даже видим, что и такое как бы бывает. И такое есть и в наше время. Друзья, и я думаю, что я сейчас уже буду как бы немножко закругляться, а если будут у вас какие-то вопросы, может быть, мы можем на эти вопросы ответить. Основное как бы мое такое пожелание и может быть цель моего выступления направить на то, чтобы молодежь, мое поколение, на то, чтобы мы могли осмыслить, дал бы Господь нам мудрость осмыслить то наследие, которое мы получили, сохранить его, это наследие и передать будущему поколению. Но если будут вопросы, пожалуйста, можете задавать. Примерно год тому назад мне пришлось быть на Камчатке. Вместе с братом Геннадием Можайцевым посетили сотрудника Федеральной службы безопасности. Он его пригласил, а он мне пригласил, было приглашение брата Геннадия Можайцева, он меня пригласил в качестве свидетеля, ну, вдвоем, как-то так, более в этих кабинетах лучше. Тем более, у нас есть такое решение братского листка, чтобы служители в эти кабинеты одни не ходили. Ну, и часа два там беседа была, вопрос был поставлен так. Даю вам один месяц на то, чтобы вы определились и приняли в вашей общине решение об уведомительном характере деятельности вашей религиозной группы. За этот месяц штрафа у вас не будет, трудностей не будет, в смысле того, что я никого не буду посылать к вам для того, чтобы проверять, штрафовать, хотя есть за что, но вы должны принять решение в уведомительном порядке, заявить. Все конфессии, которые здесь у нас на Камчатке есть, уже заявление написали, кроме вас. Ждем от вас в течение месяца. И еще сказал, кроме этого заявления необходимо уведомлять меня за 10 дней до начала всех ваших миссионерских мероприятий, каждый выход отдельным заявлением. За 10 дней вы хотите выйти с библиотекой, постоять, или поздравить граждан с Пасхой, или с Рождеством. На каждый такой выход в народ заявление в управлении ФСБ. Братья и сестры, о чем идет речь? Это что, свобода совести? Более того, скажу, когда мы вообще рассуждаем о свободе, нужно рассуждать, как люди духовные из библейских позиций. Свобода только во Христе. Я помню, что у европейских баптистов есть идеал. Свободная церковь в свободном государстве, поэтому мы должны бороться за формы демократии и прочее, прочее. А мы с вами научны другому мышлению. Свободными были, помните, связанными, бросили трех отрывок в печь, а они ходили там свободными. Свобода в огненной печи. Вот я за такую свободу. Свобода, она здесь, она здесь, и она во Христе. Можно быть свободным, не связанным даже в огненной стихии. «Со Христом для нас и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма». Так пели наши братья и сестры 30 лет тому назад. Вы знаете эту песню? «Со Христом для нас и в тюрьме свобода». Если мы во Христе со Христом, мы везде свободны, и мы в духе свободны, и мы свободны от действия уголовного кодекса. Знаете, когда наша свобода заканчивается? Моя свобода заканчивается, когда я запускаю руку в чужой кошелек. Вот тогда уголовный кодекс на меня уже действует, потому что я совершил преступление. А пока я не законопреступник, я свободен от действия уголовного кодекса. Почему? Потому что мы соль земли, мы свет мира, мы самая благодательная часть общества, самые ходящие в непорочности, в чистоте. Мы не боимся этих законов. Они написаны не для нас, а для насильников. Церковь свободна во Христе. Без Христа свободы нет. Под тенью регистрации вы не спрячетесь и не укроетесь. Никогда. Вас всегда переиграют, всегда обманут эти силы. Но это так, маленькое дополнение к тому, что мы сейчас слышали. и не укроем. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!